На этом поле, близ села Ивановка, вовсю кипит работа. С раннего утра убирают сою. На этом наделе заняты 23 комбайна, 15 колесных и 8 гусеничных. Механизатор Роман Пыренков рассказывает, техника, конечно, не самая современная, но хорошая и с задачей справляется. Сам Роман на уборочной трудится уже пятый год. В этом году по сравнению с тем годом лучше. В этом году все равно. В том году как-то похуже был урожай, в этом году урожай хороший. Руководство колхоза тоже подтверждает, соя неплохая, да и темпами уборки здесь довольны. Говорят, по сравнению с прошлым годом, в этом идут на пять дней раньше. Погода способствует. На сегодняшний день убрано 42%. Ну, поля, они сегодня как бы разные, есть очень хорошие, есть как бы средние. Ну, если так в общем сказать, допустим, по нашему конкретному хозяйству, как бы соя у нас в этом году, ну, получше, чем в прошлом. Тем временем, в целом, по области уже убрали более 34% всех площадей. Буквально 12 октября был первый день, когда амурские хозяйства намолотили 46 тысяч тонн. Но это, говорит Владислав Бакуменко, зам предобластного правительства, курирующий сельхознаправление, еще не рекорд. Аграриям нужно убирать около 50 тысяч гектаров в день, чтобы закончить кампанию к 1 ноября. Тем временем, нужно отметить, уборочная в этом году началась с опозданием. Из-за сложных условий соя созрела на 10 дней позже. В центральных районах, хочу сказать, что урожай у нас хороший, в южные, в южные, вернее, районы, это Тамбовский, больше всех 15,4 с половиной центеров с гектара убирают. Это Ивановский, Константиновский по 14,6 центеров с гектара убирают. И в этих Михайловский район 12,6 центеров с гектара убирают. То есть эти вот районы, в которых урожай на сегодня хорошая и темпа уборки. При этом самые лучшие результаты показывают те хозяйства, которые применяли современные технологии, например, агрофирма «Партизан». Надо отметить, что в этом году соей было засеяно 866 тысяч гектаров. По плану должно было быть более 900. И в эти планы корректировки внесла погода. В настоящее время 50 тысяч гектаров уже списали. Самая серьезная обстановка, и только вот приступили к уборке буквально, это у нас районы Ромнинский, Белогорский, Архаринский, Октябрьский, Бурейский район. Там действительно у нас серьезная обстановка. Там урожайность от 7 центеров, местами до 10, до 11. И в общем-то урожай, конечно, в связи с тем, что там выпала больше 2-3 месячная норма осадков, поэтому урожай там, конечно, намного ниже. Регулярно отслеживает ситуацию с уборочной компанией в области и глава региона. Данные получают, как говорится, из первых уст. Вот и на этот раз Александр Козлов приехал на поле и на месте заслушал доклад Владислава Бокуменко. При этом были приняты важные решения по поддержке амурских аграриев, которые несут потери. Ведь ситуация с погодой в 2016 году была очень сложной. А значит, помощь сельхозтоваропроизводителям просто необходима. Мы договорились с Владиславом Владимировичем о том, что Минсельхоз закрепит ответственных исполнителей на тех проблемных районах. И они будут курировать, в том числе вместе с главами районов, их начальниками управления по сельскому хозяйству и руководительным предприятиям, как идет уборочная компания. Потому что примерно порядка 50 тысяч гектаров будет списано. Нужно будет сразу посмотреть, кто страховал, не страховал. И, соответственно, у нас на следующий год предусмотрены меры поддержки сельхозпредприятия. Ему надо, конечно, не упустить те предприятия, которые будут нуждаться в этой помощи. По подсчетам специалистов, если не будет серьезных осадков, завершить уборку сои должны к 1 ноября. В крайнем случае до 7 числа. По расчетам должны получить до 980 тысяч тонн главной амурской культуры. Анастасия Петраш, Роман Юдаков, Первый областной.